Главные события и важные решения. Чем запомнилась эта неделя для Самарской области? Здравствуйте. В студии Татьяна Потоцкая. Это итоги губернии глазами наших корреспондентов. Новые полномочия, как рычаг воздействия. Каким образом общественники могут повлиять на коммунальщиков и почему в этой сфере в регионе без народного контроля пока никак. Об этом говорили на расширенном заседании общественной палаты региона с участием губернатора. Подробности и мнения у Николая Козлова. На подведение первых итогов работы общественных советов общественная палата Самарской области собралась в расширенном составе. В зале представители структур, созданных при федеральных и областных органах власти, муниципальных образованиях и городских округах. Уже определены сферы, в которых общественники сумели себя проявить. Эффективно работающие советы при региональных органах власти. Это при Министерстве сельского хозяйства, при Министерстве здравоохранения, при Министерстве социально-демографической и семейной политики. Поясню почему. Заседание общественных советов проводится ежеквартально. Члены общественных советов выезжают на территории, советы выступают с законодательными инициативами. Однако основное свое внимание общественники уделяли решению вопросов в сфере ЖКХ. Работа велась как на областном, так и на муниципальном уровне. Многое сделано, говорят сами общественники, но многое еще предстоит сделать. Без контроля со стороны собственников, жителей, в сфере ЖКХ очень трудно что-то изменить. И наша задача общественных советов, в том числе, в первую очередь, и общественные палаты, общественных советов, это учить людей, то есть вооружать их знаниями. Вот я на сегодня вижу роль общественности именно в этом. Оценивая работу активистов, губернатор Самарской области напомнил, что в настоящее время общественным советам даны полномочия контролировать работу коммунальщиков. И этим рычагом надо умело пользоваться, считает глава региона. Занимаясь так профессионально, конкретно, скажем, больше через общественные, может быть, рычаги тем же ЖКХ. Тем же ЖКХ. И я уверен, пройдет там год, два, три, и мы точно там будет порядок, будет, люди будут, ну уж радоваться, нельзя сказать, что будут там хлопать, радоваться, но замечаний будет значительно меньше, потому что этот процесс сегодня идет, даны очень большие права, как раз, общественным организациям, даны очень большие права самим людям. Говорилось на заседании о грядущих в сентябре выборах. Исключительно важно, подчеркнули участники встречи, сохранить сформировавшуюся в последние три года гражданскую активность. И в этом плане общественным советам отводится одна из ключевых ролей. Николай Козлов, Вячеслав Потоцкий, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. Динамичное развитие на перспективу региональный Кабмин в рамках внеочередного заседания утвердил программу действий правительства области на 2016 год по реализации послания главы государства и губернатора. Промышленность, развитие науки и образования, а также социальной сферы, приоритетные направления. О планах на этот год расскажет Виталий Портнов. 175 мероприятий разного рода. Это 12 разделов программы действий правительства области по реализации послания главы государства и губернатора. В непростых экономических условиях необходимо приложить максимум усилий, чтобы регион стал конкурентоспособным и опорным краем страны. Особое внимание будет уделено развитию промышленности. Продолжится работа по поддержке ведущих региональных предприятий нефтедобычи, нефтепереработки, автомобилей, строения и химии. Запланировано создание труслевого учебного центра оборонно-промышленного комплекса. При этом предполагается максимально эффективно мобилизовать все финансовые ресурсы. Организациям будет оказана помощь по использованию действующих и вновь принимаемых федеральных мер поддержки. Существенную поддержку более 50 миллиардов рублей из федерального центра получит отечественный автопром, в том числе и АвтоВАЗ. Делают ставку на развитие науки и инноваций. Ключевую роль должен сыграть СГАУ. После объединения с САМГУ он прочно укрепил свои позиции в высшем эшелоне вузов. Продолжается формирование университетов второго уровня. Одним из них стал технический вуз. В ближайшие годы в регионе будут построены центры одаренных детей, Гагарин-центр и 9 новых школ. Важно, чтобы и сама школа была отстроена и модернизирована, на что нужны деньги. Важно, чтобы и учитель чувствовал себя не бедным человеком, а имел средства для того, чтобы и в учителя тогда шли люди, заинтересованные в своем труде и в своей профессии. С ростом рождаемости есть потребность в создании еще 11 тысяч мест в детских садах. А в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 в порядок приведут дороги. Появятся новые транспортно-пересадочные пункты, обновится пассажирский транспорт. При этом существенную поддержку в развитии масштабных инвестпроектов могут оказать целевые займы у населения. Напомню, инициатива выпуска областных и корпоративных облигаций нашла поддержку в Минфине России. Поставлены серьезные задачи по развитию ключевых отраслей экономики и социальной сферы. И причем в связи с геополитической обстановкой в мире, непростой экономической ситуацией в сложившейся стране, нам придется решать эти задачи в крайне сложных условиях. В регионе продолжится строительство доступного жилья. Особое внимание будет уделено развитию спортивной инфраструктуры. При этом выполнить амбициозные задачи, которые поставил президент и губернатор, и добиться хороших результатов можно только общими усилиями. Необходима эффективная и слаженная работа, чтобы решать проблемы населения. Виталий Портнов, Егор Майоров. Новости губернии. Бассейн с пропускной способностью в несколько десятков человек. Просторные залы для занятий с самыми разными видами спорта. И главное, не только для студентов. Еще один современный спорткомплекс торжественно открыли в Самаре. Находится он в Поволжском социально-педагогическом университете, но заниматься в нем могут все жители города. Уже в ближайшее время будет составлено расписание. Символический ключ от современного спорткомплекса. Общая стоимость сооружения – 169 миллионов рублей. 80 – федеральный бюджет, еще 80 – региональный. И 9 – частные инвестиции. В Самаре это третий бассейн в рамках программы партии «Единая Россия». Я вспоминаю, когда обсуждалась эта программа. Утверждало его бюро высшего совета партии. 500 бассейнов в вузам страны. И эта программа партии успешно реализуется. И вот в том числе в Самарской области открывается третий бассейн. И она, может, еще продолжена. Первый был Дельфин Угоса, второй – Чайка для экономического. И вот у Педа Буревестник. Заявку на участие в программе уже отправил Тольяттинский государственный университет. Ее в ближайшее время рассмотрят. Этот же бассейн будет открыт для всех жителей города. Сейчас формируют расписание и уже можно будет заниматься. Бассейн очень хороший, на достойном уровне. Я думаю, здесь можно вполне проводить соревнования. Уже более профессиональные. И я думаю, даже на всероссийском уровне этот бассейн вполне подойдет. Бассейн очень классный. И сделано все по-новому. И чтобы людей больше тренировалось. Будем тут работать и детей воспитывать. Глава региона внимательно осматривает комплекс. Здесь и тренажерный зал, и зал для занятий, например, художественной гимнастикой. Размер бассейна – 16 на 25. Пропускная способность – 64 человека в смену. После освещения – первый заплыв. Студенты и руководство ВОЗа благодарят правительство за спорткомплекс. Говорят, что это стимул для достижения новых вершин. В этом году педагогическому 105 лет со дня основания. Мы по содержанию нашего образования и по нашим показателям нашей научной работы, педагогической деятельности, научно-методической, мы являемся одним из ведущих педагогических ВОЗов. Это без всякого сомнения. А в Поволжье это точно. Образованию в Самарской области оказывается большое внимание. В планах Гагарин-центр уже работает Объединенный ВОЗ. Перед ним стоит задача войти в топ-100 мира. Скоро начнутся строительные работы по центру одаренных детей. Лучшим студентам и преподавателям выплачивается целый ряд премий и стипендий. Лучший учитель России – педагог из Самары. Об образовании речь шла и на личной встрече главы региона с премьер-министром. В области в рамках федеральной программы построят и модернизируют 80 школ. Вы будете приходить и учиться, или учить точнее, детей совсем в иных условиях. Появится абсолютно современная школа. И мы тут в Самаре попали в кон. Как говорят, мы заложили сами. В прошлом году три новейшие школы в Самаре. Впервые за 25 лет последних. Придается этому огромное значение президентам страны Владимиром Путином, премьер-министром, лидером партии «Единая Россия». И это все делается для того, чтобы наша молодежь была современной, абсолютно конкурентоспособной. Первая школа в Кошелев-Проекте откроется уже 1 сентября этого года. Не исключено, что в торжественной церемонии примут участие первые лица государства. Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Самарский технический университет вошел в число региональных вузов, на базе которых будут созданы опорные университеты страны. Список высших учебных заведений опубликовала Миноборнауки. Претендовать на статусность, повышенное финансирование и расширение научных перспектив было бы невозможным, если бы не принято решение об объединении политех и архитектурно-строительного. В чем сила еще одного самарского объединенного вуза, разбирались наши корреспонденты. Такой вот подарок ко дню российского студенчества. Родной вуз в числе 11 других назван опорным для страны. И студентов в политехе с декабря стало вдвое больше. Решение об объединении технического и архитектурно-строительного университетов принято в конце года. 30 декабря был подписан приказ о объединении. Мы составили план-график этого процесса. Я его уже представил в министерстве и уже по первому этапу мы уже отчитались. Это середина июня, это будет окончание нашего объединения. Опорный университет тот, на базе которого будет создан крупный многопрофильный вуз. Конкурс на участие в программе был объявлен прошлой осенью. Он не распространялся на вузы Москвы, Санкт-Петербурга и участников программы 5.100, которым уже является Самарский объединенный на базе Аэрокосмического университета. В политехе и архитектурно-строительном нет совпадающих направлений подготовки, но есть смежные. Научные базы ожидаются дополнив друг друга, усилив качество подготовки студентов. Сейчас у нас в разработке новый проект. Это открытие новой программы обучения о прикладной геологии, маркшейдерское дело, где и геодезия, которая сильна в строительном, и геология, которая сильна в техническом университете, объединятся для того, чтобы сформировать новую программу обучения. Актуальные исследования, прорывные технологии, способные конкурировать на мировой арене, президент России на прошлой неделе назвал цифру 150. Столько вузов на карте страны заметны и вносят в весомый вклад, что до остальных ресурсы не безграничны, поэтому приоритет лучшим. Глава Самарского региона тренд своевременно подхватил. Год назад началась процедура слияния Аэрокоса и Государственного университета. Инициативу объединения технического и строительного он также поддержал. Опорный вуз сможет претендовать, во-первых, на дополнительное федеральное финансирование до 200 миллионов рублей ежегодно в течение трех лет, во-вторых, на статус, конечно, и в-третьих, это как следствие, на увеличение числа перспективных студентов. Стубальникам не обязательно будет ввести свои красные дипломы в столицу. Нина Ванина, Егор Майоров, Новости губернии. Почетный знак за труд во благо земли Самарской вручил губернатор легендарному работнику Куйбышевской железной дороги Михаилу Федоровичу Ковшову. Ветерану отрасли исполнилось 80 лет. После победы он восстанавливал железнодорожную инфраструктуру и строил новые дороги. О непростом пути и новых наградах в нашем материале. Михаил Федорович Ковшов мечтал стать моряком, а потом увлекся футболом. И в Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта поступил и рассказывает только потому, что там было хорошее игровое поле. Но со второго курса почувствовал интерес к профессии. Был дежурным по станции Илецк-Оренбургской железной дороги, затем начальником станции Саранск-Куйбышевской. Возглавлял Рузаевское отделение. Пять лет был председателем исполкома Горсовета народных депутатов Саранска, затем первым заместителем председателя Совета министров Мордовской АССР. Вспоминает, как в должности заместительного начальника Куйбышевской железной дороги посетил США в составе делегации российских железнодорожников по обмену опытом. Я съездил в командировку, и после этого одним из участников этой командировки министру доложили, что учиться нам у американцев нечего, ибо организация работы железного транспорта в Советском Союзе, ну и потом в России, соответственно, такая, что им надо у нас учиться. Пожалуй, единственный отрасль, где американцам надо у нас учиться было. Сейчас Михаил Ковшов член консультативного совета ветеранов при губернаторе. Работает с молодежью. Всех его наград не перечислить. Юбилей удостоен еще двух. Губернатор Николай Иванович Меркушкин, с которым они знакомы больше 40 лет, вручил знак за труд во благо земли Самарской. И отметил, что на таких людях, как Михаил Федорович, держится не только регион, но и вся страна. А начальник Куйбышевской железной дороги Сергей Валентинович Соложенкин объявил о присвоении Михаилу Федоровичу звания почетного ветерана Куйбышевской железной дороги. Вы на самом деле тот человек, о котором можно бесконечно хорошо говорить. Говорят потом. Это ведь до день рождения, вот так говорят, это вот так как бы принято. Вот в данном случае я абсолютно искренне говорю. Вот он во многом полный самодачи дел, потрем от своей стороны. Это человек, о котором бесконечно много можно говорить и только хорошее. Свой юбилей 80 лет отмечает в кругу друзей и коллег. Что его отличает как друга – это надежность. Он очень надежный человек, верный друг, прекрасный товарищ. С ним можно идти в разведку смело. На железной дороге Михаил Федорович проработал больше полувека. Она не только стала для него делом всей жизни, но и свела со второй половинкой. С Ниной Николаевной они вместе уже 58 лет. Виталий Портнов, Татьяна Пудова, Андрей Авдеев. Новости губернии. Новая неделя, новые события. Подведем итоги ровно через 7 дней. С вами была Татьяна Потоцкая. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова